Панно в 74-й, Кирилл Макеев в 76-й и Илья Воробьев. Это запасные футбольные. Совсем скоро ко мне присоединится очень известный спортивный журналист Дмитрий Егоров. Буквально с минуты на минуту он должен появиться. Я 100% уверен, что он украсит наш сегодняшний репортаж. Увидим. Практически все игроки находятся в штрафной площади. Какие-то Гойло. Но так, я думаю, что в принципе не получилось. И ребята в синих футболках. Ребята... Ушел мяч. Слава Николаевич Радимов. Вот ему так пристально смотрят. Да. И пристально смотрю я на Дмитрия Егорова, который вот-вот-вот-вот, прямо, можно сказать, штраф-самолет появился рядом со мной. Дима, привет. Привет. Сейчас мы настроим для тебя микрофон, безусловно, потому что у нас сейчас идет атака. Очень красиво сыграл против Ильи Камышева, подменного 97-го. Он сразу побежал. Так, если честно, показал в какой-то момент, что будет достаточно все серьезно. Но нет, обошлось. Да, Дмитрий Егоров. С результатами это, во-первых. Во-вторых, я общался с разными людьми. Допустим, там с Андреем Лексаковым, это технический директор РФС. Потом общался с Анохиным, это заместителем президента РФС, да, вице-президентом российского футбольного футбола. И выполняет задачу выход в премьер-лигу. Я же понимаю, что задача стоит уже в этом году. Да, безусловно. Ну, я думаю, что в ближайшее время, Дим, как бы, да. Потому что команда достаточно свежая и команда перспективная. Это очень важно. Ну, это вопрос игры. Команда не стоит на месте, вот, да. У него был действительно личный специалист, который помогал ему в постоянном контакте с ним находился и следил за ним. Вот. Но еще важно, что Сочи, насколько я понимаю, довольно высокий прессинг играет. Да, да. Но, с другой стороны, опять же, играет тоже плюс Федор Чалов. То есть, это год 98-й очень хороший. Ну, да, достаточно как-то так вот... И Плетнёв был как раз одним из лидеров той команды. Так что говори, что там у Зенита 2. Сладислава Родимова, то мы все прекрасно понимаем, каков он был игроком эмоциональным. И, в принципе, я так понимаю, что еще эмоциональнее он стал, когда стал главным тренером. А стал он главным тренером совсем недавно. Он сменил Александра Горшкова, который, мне кажется, совсем просто-напросто завязывал. Но он сейчас, как бы, вот, пытается, пытается что-то сделать. И пытается что-то сделать. Игроки Сочи, Максим Барсов, там, боролся, но не дотянулся. Сочилин – это их легенда. Человек, который никогда не подводил. Человек, который ни разу не убрал ноги во всех матчах. И я думаю, что и тренер он такой же, очень четкий и... Ну, за клубок, чем там, где тренерские скамейки расположены. Но, во-вторых, все должны видеть, насколько моден Александр Тачилев. Он прям такой вполне бы подошел в какой-нибудь бойсбэн. А что касаемо болельщиков, то... Вот это поколение отличных ребят. Никита Калугин играл в связке. Правда, он тогда играл центральным защитником вместе с Алексеем Татаевым из Краснодара. И заслуживал очень такую положительную прессу. И в этом плане... Есть таланты какие-то, да? Ну да, ну и Сочи играет по современной тактической схеме 4-3-3, насколько я понимаю. По какой играет Барселона, Манчестер-Сити и другие великие клубы. Ну ладно, сейчас вот на самом деле хорошо сработали в прессинге. И довольно потенциальный комментатор на Матч ТВ. Такова судьба, жизнь человека. Ну вот как раз Калугин сейчас с мячом пытался кого-то обыграть. Но решил потом обыграть лежа. Но Мусаев тоже тут как тут. Мусаев до конца проборолся и заработал для своей команды аут. А вот на левом фланге Мусаев разыгрывает вместе с Антоном Бивай, Сергей Гуглеев. Мяч. И с мячом игроки команды Сочи. Ну, мне кажется, на мой взгляд, можно было бы что-то придумать. Было для этого. Ну, Барсов, да, входил в штраф. Ну, еще один на радиусе. Практически все вот... Ну... Потому что они все прекрасно понимают, что Писигов очень опасно подает стандарты. Саная бил, да, Барсов... Достаточно неплохо Евгений Писигов, капитан команды Сочи, подает угловод. Сегодня у них это пока что мало получается. 20-е минуты. Сейчас у них тоже это не получилось. Успевает Анзор Саная, хотя нет. Выбивают из-под ног Анзора Саная. Аж там два игрока налетели просто на Анзора. Нет, скорее всего... Ну, хорошо, что Сочи не просто в пустую навесывает, а разрывает. И сейчас опять Барсов. Проходит... И опять он все правильно делал. Давал паспорт себя. Да, мне кажется, достаточно зря что-то так давал и понимал, кому давал. И очередной угол. Да. Пытаются так нащупать. Пытаются, может быть, привыкнуть к теплу. Ну, да, в Питере то есть сейчас холод совсем. С утра было ноль. Да? Это печально. Ну, ничего, сейчас под горят. Слушай, а кто его знает? На самом деле, я так понимаю, что по официальным данным он завтра завершает карьеру, а вот что будет после 11 ноября, Дима, посмотрим, не знаю. Да, неофициально нужно продлять. Потому что... Нет, ну а как в магазинах ставят? И так же три картона. Аршавин, Павлюченко, Погребняк. Легенда российского футбола. И Жиркова потом еще. Все будет суперклуб. Слушай, ну я думаю... Ну, хотя и так будет суперклуб. Да, я очень надеюсь на это. По крайней мере, перспективы всех этому есть. И без наших легенд, которые могли бы, конечно, украсить футбольную национальную лигу. А почему нет? Это два, но будем очень сильно надеяться, что все-таки что-то будет у них получаться. Вот так через центр пытаются пробраться. Такие короткие пасы. Так и неплохо пошел. Так и неплохо пошел вперед. Да, вышли через мелкий пас. Сейчас мне качество Барсова чуть-чуть затянул, по-моему, это Бурмистров был. И передача уже в любом случае шла во вне игры. Да, во вне игры. Но в нашем случае просто просто попала в пятку. Видители уже решат, кто у кого один, а у кого ноль. Хотя ты уже сдал эту информацию. Но это действительно так. Это действительно факт. Опять на Игоря Горбунове фалят. Молодец. Штрафный зарабатывает. Да, и причем такое додение мяча игроков в белой футболке команды Сочи. Вот сейчас не получается. Хотя Илья Песегов в последний момент попытался и доработал до конца, но заработал не для своей команды. Там раздал, там что-нибудь прикрикнул. Ну, потому что примерно в такой же он форме, как Дмитрий Кудряшов находится в то время. Сейчас бурмистров с мячом через центр. И я думаю, развернут они на фланг и получат мячик Горбунов. Играет Иван Меладинович головой, который видит всю эту ситуацию и выбивают игроки Сочи мячик. Ну, неплохо подает это из разряда навешивать от ворот до ворот все-таки было. Ну, я просто не смог сказать. Но уже исходя из твоего тайминга осталось буквально полторы минуты. То есть ждем до 38-й. Да нет, тогда было 30-е. И мы сказали, что там ближайшие минуты. Ну, в течение там... Но сейчас немножко нервно уже начинают футболисты Сочи друг на друга реагировать, потому что они могут забить. И Барса в данный момент негодует и недоволен передачей, которую ему сделали. Он кричит, отдавайте мне по высоте. Недоволен. Недоволен лучше бомбардиры ФНЛ. Да, вот Томас Рукас тоже недоволен, потому что некому просто-напросто отдать. Потому что в защите играет. Я тоже был всегда недоволен в защите играть. Да, вместе с Леоном Мусаем они разыгрывают между собой. Туда-сюда катают мячик. Ну, мне кажется, вот просто-напросто они заставляют всех игроков Сочи вернуться и закрыть игроков Синемаки. Сколько атак достаточно перспективных было именно по левому флангу, но... Ну, потому что довольно сложно перестроиться. Если соперника выбирает и насыщает эту зону, то тренер... Либо должны опытные футболисты вносить коррективы, либо тренер. А в данный момент футболистов опытных нет, а Радимов не может до всех докричаться, судя по всему. Хотя стоило бы. Хотя, мне кажется, Радимов может это сделать, но... ...потому что пока что счет устраивает. Мне кажется, его устраивает. Конечно же, понятное дело, что питерцы приехали за победой, но пока что... Пока что мне другое не понятно. И, по идее, она должна, невзирая на счет, на результат, она должна демонстрировать какой-то футбол, ...благодаря которому некоторые футболисты из второй команды впоследствии смогут стать игроками основной. Футболист из обороны как-то действует классно. Скорее, это просто команда из молодых парней, которая играет четко по схеме и пытается сохранить результат. Без импровизации. Для молодых футболистов, на мой взгляд, очень важна импровизация. Сегодня я ее не вижу, это грустно. Ну, будем надеяться. Я всегда, ты знаешь, я такой... Всегда надеемся. Я очень надеюсь всегда, да, всегда, как и большинство, большинство болельщиков российского футбола, ...мистров против него аж два игрока, но вот сейчас перехватили мяч игроки «Зенита-2». Опять очередная неточная передача на два метра. Ну, Писеков как здорово сыграл, да, вот. Это Дебура, хотя при чем они здесь? Вот, ладно. Ну, мы сегодня очень часто говорим о легендах, и можно из нашего репортажа понять, какие игроки тебе нравятся. Ну, естественно, Дебуров всегда люблю. Я не помню даже, как они играли. Хорошо они играли, хорошо, и принялись по опасным моментам, и Николай с Болотной отбил мяч перед собой, и потом уверенно все-таки... Ну, защитники помогли. Да, защитники помогли, но молодцы игроки. Еще одна атака «Зенита», сейчас такое ощущение, что нет понимания, как дальше себя вести в этих игровых ситуациях. Мне показалось, что все-таки к концу первого тайма начали ребята Санкт-Петербурга огрызаться именно на этот фланг, потому что, если так, в начале, в середине они... Будут голы, будут голы, и о которых мы, безусловно, будем рассказывать. Вот и начался второй тайм, все круто, все здорово. Вот, замечательно, классно разыгрались игроки «Зенита-2», отдали вратарю. Дали, ну, которые вот в столы. Владислав Радимов по-прежнему находится в позе британских хулиганов. Такое ощущение, как будто он специально подстраивается под то, чтобы кто-то фотографировал его из-за ворот, потому что сначала скрестит руки, потом засунет их в карманы. Песегов, человек, который исполняет стандарты в команде Сочи, и больше десяти угловых мы, кстати, с тобой увидели в первом тайме в исполнении Евгения Песегова и большого сождества. Или настоящих фанатов. Ну, как мы с тобой решили, что люди еще продолжают купальный сезон все-таки в городе Горлоте, Сочи, да? Вот сейчас нашествие тех самых птиц, которые атаковали футболистов на матче сборной Хожи-11, если вы пересчитаете, очень неплохая третья команда, она летит. Вот, если остальные, ну, так пока не очень летают. Знаешь, Дима, на самом деле очень многие верят. Они, кстати, перемещаются по полю, с фланга на фланг, когда новый человек приходил на эту арену и садился в ложу прессы, не приезжал оттуда, он возвращался домой счастливым человеком. Ну, как примерно все памятники Ленина, знаешь, у него только в голове случаются. Такое небольшое... Поговорим, условно, нельзя забывать, что у каждой команды есть игроки, которые могут, перспективы, появиться в ту или иную минуту матча. Запасные «Зенита-2», вратарь Михаил Кизеев, Никита Ковница, безусловно, на всю жизнь. Будем надеяться, что Иван Соловьев появится на поле, потому что очень часто как-то мы привыкли, то, что девятка, сочинская девятка играет в основе, но как-то вот последние матчи выходят на замену. Сейчас мячом игроки «Зенита-2». Сейчас будет скидка головой, чуть-чуть она не прошла, иначе возник бы голевой момент, но «Зенит» провел первую атаку, и сразу четыре человека были на чужой половине поля. Достаточно неплохо сыграл 20-й номер Игорь Юрганов, поборолся до конца и выбил мяч, по крайней мере, по переменам. Сейчас у нас появится Дмитрий Плетнев, о котором я говорил, привлекался в прошлом сезоне в основе «Зенита». В основе «Зенита» играл в участие «Премьер-лиги». И результаты других матчей именно в нашей лиге, в футболе национальной, в этом поговорим. Ну вот «Зенит» начинает немножко раскрываться. Ну, хотя как раскрываться? Ну, что значит раскрываться? Два человека. Ну, вот там на поле сейчас все-таки лежит игрок, но он встает. Обратите внимание, что у него не обращает главная орбита Владимир Сидикоса никакого внимания, и тем более его команда смещена. Этот вариант атаки не проходит, и также совсем не задействован во второй половине левый фланг атаки «Сочи». Ну, очень здорово, если играл Антон Синяк, вот так вот достаточно до конца поборолся и с Писеговым, и с Гурмистровым, и выиграл этот момент для своего человека, который знает не по-наслышке и хорошо Александра Тачилина, человек, который играл в московском «Динамо», на данный момент находится в команде «Сочи». Сейчас выйдет. Интересно, кого он заметит, как ты считаешь? Ты игрок атакующий, будет ли рушить связку, вот на твой момент, Саная Барсова, либо все-таки в подмогу Абольского выпустят? Оставит он и Саная? Поставится, потому что нужен высокорослый более-менее футболист, и это именно Саная. С другой стороны, и Бурмистров, и Горбунов довольно активны, поэтому... Резервный судья подходит к бровке, и, если я не ошибаюсь, все-таки Анзор Саная. Не попали мы с тобой в точку. Ну, это замена логичная, потому что, во-первых, она готовилась до матча, на 60-й минуте она производится, это такой вариант тактическая... Вот сейчас как раз Плетнев бил, и в основных высокорослых футболистов Леон Мусаев подает стандарт. Ну, зачем быть в штрафной находиться? Причем... Ох, это наигранная комбинация передачи на ближнюю штангу. Не хватает комбинации, классный удар перекладина. Явно быстрее, чем Саная, и скидок таких уже, и выносов, на Санаю с попыткой, чтобы он бросил в прорыв туда уже дальше Барсова. И вот, кстати, вот вместо Иванов, всех болельщиков команды Сочи, вместо него вышел Сергей Иванов под номером 74-й. Это значит, что вторая замена состоялась у Зенита 2, и пока что одна замена... Померко Алексея, точнее, Алексей Померко. Тут же бурмистром, который вышел в центр поля играть. Ох, какая была у него сейчас передача в усы. И все, и Барсов, и... Товарищ судья, господин Сельдяков, восторженно встретили трибуны. Мяч, забитый Максимом Барсовым. Между тем, фанаты Зенита 2 после гола разделись. Возможно, они нас проиграют с фанатами Сочи, но типа по одной вещи снимают за мяч, нет? Я, честно говоря, не знаю, кто на что они поспорил, но все-таки на данный момент плюс 16 в Сочи. И я думаю, что они могут себе позволить, да... А Больскому сейчас прилетело по лицу, он лежит, ему больно, но Зенит при этом и так, идеальный газон, да, и встал сразу. Ланго... Тема, наверное, интереснее будет сейчас, я думаю, что все-таки... Раскроется команда. Раскроется команда Зенита и попытается что-то... Обратите внимание, как сейчас играл Николай Заболотный, да? Опасно играл, уверенно, я бы сказал, на опыте. Опасно играл рядом со своими воротами, но... Родимова до сих пор нет, становится опять страшно. До этого он замер, а сейчас просто исчез. Не хватало, не хватало такой талисма, не знаю, символ... А это ты рассыпаешь там зернышки? К сожалению, нет. К сожалению, нет, но... Наверное, эту идею кто-то уже перехватил. Скучно было. Одинокий Калугин принимает, по-моему, каждый мяч, который летит в сторону Никиты Калугина. Его вообще никто не прикрывает. Ну, там особо никого нет из футболистов Зенита 2 сейчас. Да, все самое интересное сейчас именно на другом фланге. Сейчас Бучевалин догнал мяч и... И действительно неплохо разыграл с Бурмистровым. Так же неплохо выбили игроки Зенита 2. Перехват со стороны футбольного клуба Сочи. Бурмистров сейчас пытался сфалить, у него не получилось. Хороший пас в Усы, но здесь... Я думаю, что Юрганов доиграл до конца. Да, но мы уже подсмотрели. Табличка именно с 10-м номером в руках резервного судья. Смещу, как ни странно, Зенит 2 пытается что-то придумать. Причем пытается это сделать через центр. Значит, с 15-25. Зенит так особо не церемонится. Если есть возможность пробить откуда угодно, они это делают. Причем такую возможность игроки Сочи, к сожалению, для них Дайры, назовем так, которым видно ворота. Но вот сейчас, как только остановится игра, выйдет у нас логотор. Сейчас он стоит, разминается рядом с резервным арбитром. Горбунов. Буквально, я думаю, что 2-3 минуты инициативу перехватили. Ну как перехватили? Они катают опять же мяч в середине поля. Это нормально. Им надо сравнивать, им надо забивать, чтобы спасти эту игру. Пытаются уже по ему флангу что-то придумать. Ничего, я так понимаю, не придумали. И отдают Леону Мусаеву, который разыгрывает со своими защитниками. И вот сейчас уже не доверили ему мяч. Решили все-таки между защитниками разыграть его сейчас то, что они делают. И не успеет, конечно же. Не успеет Антон. Как бы это получше назвать? Если у нас трибуны праздничные, то это будет... Ну если не сколько, то... Ну ладно, давай не будем говорить. Да, давай не будем говорить. Все это понятно. В принципе, даже покинуть стадион Фишт и вместо него появится Кирилл Макеев. Вот, видишь, вот... В Сочи нет Макеева на данный момент. Да, Евгений не играет. В команде НИ-2 Макеев есть. Вот сейчас неплохой момент. Заболотли классно сыграл на выходе. Без вопросов. Максимовича номер Кирилл Макеев. Дает возможность Владислав Николаевич Радимов молодому игроку. Да, Юлис, особенно после забитого мяча Максима Барсова, который все это очень любят в Сочи и знают этого игрока. И уже привыкли к тому, что Барсов чаще всего делает на странице. Почевалин опять отдает Бурмистрову. Бурмистрову уже вторая попытка. Так, за 30 секунд просто-напросто, ну... Мог бы сделать намного лучше. Рукой сыграл Леон Муса. И, безусловно, штрафной удач сейчас будет достаточно опасно. И это 100% штрафная кость. Знаешь, широкая кость, твердая кость. А там еще юная кость, тонкая кость. Да, дорогие друзья, у нас... Удохнул голову, мяч залетел. В 88-м минуте, два стандартных положения, два мяча, да? Пенальти забили, штрафного забили. В общем, штрафное забили. Классно. Человек, который только что вышел, Саламатов, вот так, порадовал. Стадионы Фишт, а мог бы и добить до моря, если бы была нога... Знаешь, я сразу же вспомнил еще одну легенду Юрия Никифорова, который мог бы это сделать. Естественно. Да он и сейчас сможет. Я думаю, что да. Лимб 21-го тура, который встречается с Сочи и Зенит 2. На данный момент Сочи ведет 2-0. Есть еще 3 минуты, чтобы... 3 минуты, чтобы забить мяч с углового. То есть мы сначала должны... И залетает мяч. Потому что без углового я сегодня лично отсюда отказываюсь уходить. Иначе штраф просто не сыграем. А я не ставлю просто. Я просто жду углового. Очень хочется. Хорошо. Вот, я хотел сказать по-другому. Я хотел сказать, что у Зенита 2 еще есть... Есть задача. Есть другая команда, у которой тоже понятная задача воспитывать молодых футболистов. Другое дело, что совсем пока непонятно. Что они могут сделать на поле. Но ребята молодые. И, наверное, набираются там опыта. Или... Я думаю, что не наверное, а точно набираются опыта. И пока что вот такие ошибки, скажу, скорее всего, победы команды Сочи. Они ведут 2-0. И действительно неплохо, так зрячо пробивал 7-4 номер. Это и Сергей Иванов. Но защитники заблокировали... Защитники Сочи заблокировали удар. И вот сейчас сквозь боль 32-й номер команды Зенит 2. Это и Николай Прудников, но Почевалин выбил. Сейчас будет еще один удар с дальней дистанции. И все, на этом матч заканчивается. Это Евгений Сильдяков. Слава Богу. Я думаю, что... Я думаю, что... Я думаю, что... Я думаю, что... Субтитры создавал DimaTorzok